В молодости встречал с поезда маршала Жукова, в солидном возрасте сжал руку президенту. В годы войны боролся с фашизмом, в мирные без устали крутил баранку. И все это с улыбкой и неизменной любовью к жизни. Накануне 24 июля, 90-й день рождения, отметил ветеран Великой Отечественной войны, Муфтаг Ансатович Нурдинов. В числе гостей юбиляра оказалась и наша съемочная группа. Друзья, товарищи, родные, близкие, дети и внуки встречают ветерана Великой Отечественной войны. И можно сказать, это еще, главное еще тыловик, молодой тыловик, это наш уважаемый Муфтаг Ансатович Нурдинов. Для почетного юбиляра и ведущей, почетный гражданин города, Гульзадар Заева напомнила собравшимся главные моменты большого жизненного пути Муфтага Ансатовича. На фронт отправился в 17 лет, служил в десантных войсках. Долгожданную весть о конце войны встретил в Альпах. Еще несколько лет отслужил в Германии. Затем вернулся домой, в Россию, выучился на шофера и большую часть жизни провел за рулем. Он 4 часа вставал утром, садился на свой автобус и возил людей. У него очень много почетных грамот, почетные грамоты строителей КАМАЗа, почетные грамоты как безаварийный водитель пассажирского автотранспорта. То есть кроме таких военных медалей, у него еще есть такие медали, которые уже за трудовую деятельность. А выйдя на заслуженный отдых, Муфтаг Ансатович устроился на работу. Плотником в 76-м училище он прослужил еще 10 лет. Сейчас в магазине работаем все. И вот сегодня ехал еще накормить куры, собака, приехал в часам 12. Я очень доволен, что я пока жив и здоров. Двое дочери у меня в семье, сын, они все высшее образование. И внучки, пронышки меня уже, если сказать, тоже. Все, я доволен в мою семью. Я очень рад, я еще живой. Еще кому-то нужно будет. А нужен Муфтаг Ансатович не много, не мало четырем поколениям Нурдиновых. В качестве подарка главе семьи они и организовали этот особенный вечер.